Метод Ньютона. Начнем с такой простой задачи, как вычисление квадрата во корне 2. Ну, посмотрите. Есть парабола. y равняется x квадрат минус 2. 1, минус 2, 1, 2. У нас точка такая. Вот она, парабола. Вот она такая вот гладенькая. Здесь у нее точка сайта оризонтальная. Нас интересует вот эта точка. Оризонтальная. На самом деле, если вы нажмете на гальпуляторе, то вы узнаете, что это вот такие вот цифры после запятой. Ну и дальше вот цифры, которые я не помню. Наша цель научиться достаточно быстро находить много знаков. Ну, скажем, 7 знаков после запятой или нет, это 20 знаков после запятой. Конечно, есть способы, связанные конкретно с арифметикой вот этого самого числа корень из 2. Если вы напишите такое выражение, то это будет действительно корень из 2. Объясняю почему. Потому что если вот это вот число, вы обозначите х, то смотрите, можно двойку записать как 1 плюс 1. Правильно? И тогда вот это число, это будет тоже что? Тот же самый х. И значит, мы получаем уравнение. х, это есть единица, плюс единица, деленная на 1 плюс х. Ну, это уравнение несложно записать без дробей. Получится х плюс х квадрат, это 1 плюс х плюс 1. Х убираем из обеих частей. 1 плюс 1 это 2. Х квадрат это 2. Конечно, на самом деле я вас чуть-чуть обманул. Потому что, понимаете, я сейчас доказал не то, что это число равно корень из 2. А я сейчас доказал, что оно не может равняться ничему, кроме корня из 2. Что если оно есть, то тогда это корень из 2. Надо, конечно, еще объяснить, почему вот такая последовательность будет там сходиться и так далее. Но сейчас у меня на это нет ни времени, ни желания, потому что я хочу вам рассказывать не о цепляторе. А я хочу рассказывать вообще о том, как решают уравнения. А если я хочу рассказывать о том, как решают вообще уравнения, то это значит, что моя цель – это научиться решать уравнения какого-нибудь какого вида. х в 14 степени плюс 21х в 9 плюс 8х равняется, ну, я не знаю, чему, скажем, числу 2016. Вот представьте себе уравнение 14 степени. Там уже никаких вот таких вот альфметических фокусов нет. Для корня из 2, для уникального числа, важного, да, для него есть вот эта вот специальная альфметическая теория. А здесь я случайно писал числа. И даже степень я написал. Мог написать 9, пожалуйста, там, мог написать 8, а мог здесь написать 140. А уравнение решать хочется. Поэтому я сейчас хочу рассказать метод. Рассказывать я его буду на примере корня из двух. А на самом деле этот метод будет вот не такой, не использующий конкретную альфметику, а метод – метод касательных ньютонов. Вот точное название метода – метод касательных ньютонов. Значит, я сейчас должен вам рассказать о том, как использовать касательные для нахождения корни. Сначала картинка, которая очень простая, но на самом деле в ней, собственно, вся. Вот представьте себе, у вас есть какая-то кремушка. И нас интересует эта точка. А мы сейчас находимся вот в этой точке на крему. Мы можем сделать следующую простую вещь. Представьте себе, что мы умеем рисовать касательные. Вот кривой. Умеем рисовать касательные. Провели касательные. Нашли вот эту точку. И дальше что делаем? Говорим, что, скорее всего, эта точка ближе расположена к корню, чем вон там. Но на этом не останавливаемся. Взяли вот эту точку и здесь провели касательные. Опять поднялись на график, здесь провели касательные. Вы видите, что чем ближе мы подходим, тем на самом деле точнее. Идея такая, что когда у вас есть график, то вблизи этого графика он очень-очень-очень хорошо похож на прямую. И значит, когда мы будем проводить касательные, чем ближе к точке, тем мы будем точнее получать. Теперь вопрос. Как это превратить в настоящую форму? Метод касательных основан вот на такой простой картинке. Сейчас мы с вами посмотрим конкретно вот здесь. Ну, господа, смотрите. Вот начинаем с лицей. Вот у нас есть единица. Или хотите с двойки. Посмотрим, с чего. На самом деле все равно. Вот. Мы хотим сделать такую вещь. Пойти на график. Естественно, что на графике функции у равно х квадрата минус 2. Это будет такая штука. 1 в квадрате минус 2. Точка с координатами 1 минус 1. И проведем касательную. Нам очень интересно, в каком именно месте она пересечет. Ну, давайте сделаем даже так. Научимся к нашей вот этой вот параболе, параболе у корня и х квадрата минус 2, проводить касательную в любой точке. В точке с координатами 1, а квадрат минус 2. Давайте, во-первых, те, кто знают производную, те могут, конечно, сравнивать, писать ответ, и все замечательно. Поскольку часть народа еще в школе учили производную, давайте я это сделаю следующим образом. Вот, когда у вас есть любая кривая, и на этой кривой есть конкретная точка с координатами а, а квадрат минус 2. Смотрите, что такое касательная. Это вы должны провести сначала секущую, после этого вы должны эту точку немножко сдвинуть и провести еще раз секущую. Потом еще сдвинуть, провести еще раз секущую. Обычно это объясняют, рассказывая о скорости и средней скорости. Вот представьте себе, самолет вылетел, не знаю, там, из Мадрида и приземлился в Москве. Замечаю, что он делает. Он сначала взлетает, потом он как-то довольно хитро маневрирует, потом летит более-менее на постоянной высоте, и потом здесь, над Москвой, поманеврироваясь. Так вот, в каждый момент времени у самолета есть скорость. В начальный момент времени это нулевая скорость, он просто стоит, а пассажир у него потихонечку заходит. Потом она с нуля постепенно-постепенно, он разбегается, увеличивается. Потом она меняет направление, свое самолет, значит, идет вверх. Ну, потом все, что-то такое происходит с ней. Потом она долгое время более-менее постоянно в одну сторону. Поняли, о чем я говорю? А есть средняя скорость. Это когда берешь расстояние между городами и делишь на время полета. Это называется средняя скорость. Так вот, мгновенная скорость, это предел средней скорости при стремлении промежутка времени к нулю. Вот, понимаете, мы сейчас возьмем вот эту разность высот. Возьмем другую точку, точка с координатами b, b квадрат минус 2, да? Возьмем вот эту разность высот. Это слабо бы легко. Надо из числа b квадрат минус 2 вычесть число a квадрат минус 2. Получится b квадрат минус a квадрат. И разделим на разность абсцисс, то есть на b минус a. разность b квадрат минус a квадрат на b минус a разделить очень легко, получается b плюс a. И вот после этого, вот этот угловой коэффициент средний на этом участке, мы должны узнать, куда он стремится, b плюс a, куда стремится, когда b стремится к a. Ну и куда же? 2а. 2а, конечно. Вот это и называется производная функция. Вот это вот величина. 2а, это производная функция x квадрат минус 2 в точке x равно a. Значит, я нашел угловой коэффициент касательный. Давайте запишем, сколько это очень важно. Значит, угловой коэффициент, угловой коэффициент это 2а. Теперь вопрос, а как пишется любая прямая? Ну вообще, прямая это линейная функция. Значит, 2а х плюс, ну b уже нельзя, у меня b использовано, плюс какое-то равное число c. Все понимают, да? Линейная функция это сколько-то х плюс какое-то число. Так вот, при этом нужно, чтобы эта прямая была бы не просто прямая, а проходила бы через точку с координатами a, a квадрат минус 2. Ну, вначале у меня равна единице, то есть надо, чтобы она проходила через точку 1 минус 1, но в общем случае через точку с координатами a, a квадрат минус 2. Ну и замечательно. Значит, если вместо у подставишь a квадрат минус 2, если вместо у подставишь a квадрат минус 2, а вместо у подставишь a, то должно быть равенство. Значит, число c я могу написать, 2а квадрат на тринадцатый точек, это минус a квадрат минус 2. Так, господа, осталось буквально чуть-чуть до главной формулы для вычисления квадратного корня из двойки. Поехали. Значит, касательное имеет такое уравнение. 2а х минус a квадрат минус 2. Вот эта прямая проходит через нашу любую точку, a квадрат минус 2. Вот это касательное. Теперь вопрос. По методу Ньютона, когда я провожу касательное, вспоминайте, меня же интересует на самом деле не сама касательное, а то место, где она пересечет ось абсцисс. Что значит пересечет ось абсцисс? Гидрик равно нулю. Игрик равно нулю, совершенно верно. Значит, меня интересует вот такое уравнение. 2а х минус а квадрат минус 2 равно нулю. Ну и все. Переносим а квадратный двойку в другую часть. Получаем формулу. А в квадрате плюс 2 деленное на 2а. На самом деле, если приглядеться, можно разделить на а. Можно это записать так, как среднеалитметическое числа а и числа 2а. На самом деле, на это стоит посмотреть внимательно, поскольку запомнить все вот эти выхлопки на самом деле трудно и вряд ли нужно. А вот эта формула может быть запомнена прямо сразу. Потому что смотрите, что бывает, если вместо а подставишь корень из 2. Подумайте. Вот если вместо а подставляешь корень из 2, что будет? Корень из 2. Это неподвижная точка вот такого отображения. Итак, я стираю все вот эти промежуточные выхлопки. Они мне не очень сейчас интересны. А запоминай одну формулу, которая действительно у нас получилась. Формула такая. Если нам дали число а, то мы вот в такой точке проводим касатель и пересечение будет в точке а плюс 2а пополам. Господа, это среднеалитетическое число а и числа 2 разделить на а. Так вот, давайте посмотрим, если начинать с единицы, что у нас будет? Было число 1. Получилось 1 плюс 2 пополам. Это 3 вторых. Из числа 3 вторых получается, смотрите, что 3 вторых плюс 2 разделить на 3 вторых. и все это пополам. Так, 3 вторых надо сложить с числом 4 третьих. Это уже не так просто, на самом деле. Знаменатель будет 12, а в числителе будет 9 плюс 8. Сколько? 17. Ребята, получилась дробь 17-12. Очень интересно, потому что, если кто-то из вас занимался арифметикой, то он должен знать, что 17 в квадрате это 289, а 12 в квадрате это 144. А когда умножить 144 на 2, получается на единицу меньше, чем 289. На этом числовая мистика не заканчивается. Давайте посмотрим, что бывает с числом 17-12. Итак, надо к числу 17-12 прибавить двойку, деленную на 17-12. Когда 2 делишь на 17-12, это то же самое, что 2 умножаешь на 12-17. То есть надо на самом деле прибавлять 24-17. Очень хорошо. Все это еще пополам. Так, знаменатель, это будет произведение числа 12-17-2. 24 на 17, это сколько? 408, молодцы. Так, 17 на 17, это 289. 24 на 12, 288. И у меня получается ответ 577, 408. Да. Ну, что я могу сказать? Во-первых, я уже, можно, не буду делать следующий шаг. Вот. А во-вторых, мне сейчас очень хочется строго доказать, что та последовательность, которую я строю, а именно 1, 3 вторых, 17-12, 577, 408 и так далее, что эта последовательность действительно будет стремиться к числу корень из них. Итак, давайте запишем нашу последовательность четко. Значит, итак, числа. А первое, это идиница. А второе, это идиница. А третье, 17-12, а четвертое, это 577, 408. 577 умножить на 577, потом 816, 408, ну и там все это сложение. Так, лучше мне диктуйте. Вот, народ. 577 на 577, конкретный заказ. Можно? 312, 300 что? 332. 332. 2 тысячи дальше? 329. 929. Отлично. 816 на 408. 332, 928. 335 920. Кстати, господа, обратите, пожалуйста, внимание. мистика. Здесь то же самое, только на единичку отличается. Это же, скорее всего, инки прилетали. Или не знаю, кто-нибудь еще. Так, ну хорошо, ладно. В знаменателе 2 на 408 и на 536 умножить. 470 тысяч 832. 470 тысяч 832. Отлично. Так, осталось, последний подвиг сложить и продиктовать не отвода. 665 тысяч 865. 57. А знаменателем я сам перепишу. 470 тысяч 832. Ладно, ребята, на самом деле, уж если мы все равно взяли и все равно взяли киркуляторы, а давайте вы сделаете мне еще одну услугу. А именно ну, единицу я вас не буду просить. Полтора, это я тоже без вас знаю. Вот. а вот 1712, пожалуйста, уже диктуете. Питерку, пятерку, конечно, спасибо. Давайте, 1712, кто нажал? 15, да? Совершенно верно. Дело в том, что здесь понятно, да? Так, ну, здесь уже вот я услуги не смог. 1, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 7. 1, 5, 7. Дальше есть, что у вас сказали? 5, 6, 8, 6, 8. 1, что? 5, 6, 5, 6, 1, 5, 6, 8. То есть у вас конкуляторы дальше дают, да? Ну, все, отлично, успокоились. Теперь дальше здесь 1, 1, 4, 1, 4, 2, 1, 2, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 4, 6, 7. Слушайте, ну, хватит. А теперь, особенно если у вас такой вот он многоразрядный замечательный калькулятор, корень из них. Кстати, ребята, вы знаете такую известную народную игру? Называется угадай, ну, значит, не важно что. у нее совершенно потрясающие правила. Ну, например, угадай, ну, я не знаю что, день рождения. Вот там вот есть мальчик, у него есть день рождения, так? Правильный игрок очень простой. Сейчас каждый из присутствующих в аудитории пишет на листочке какой по его мнению день рождения, после этого все эти листочки сдаем, смотрим, и дальше внимание. и где максимальное количество раз совпало, тот и прав. А про сам день рождения вообще не спрашивают. Или еще замечательно в эту игру играть, скажем, какая высота Московского университета главного здания? Очень легко. Каждый написал свое число, собрали, посчитали среднее альфметическое, и опять не смотрю, какая-то высота. А кто ближе к написанному среднему, тот и прав. Вот, ребята, все-таки мы не будем играть так, а мы давайте по-честному спросим у вас, что же такое на самом деле корень из них. Диктуйте. Дальше. 1,4,1,4,2, я не успел, 13, 56, 56, дальше, 23, 23, а корень из 2? 23,73, 0,95, 0,95, так, а здесь у вас что было? Шаг. Здравствуйте, ребята, а вы никогда не думали, что это и есть ваше отличие? Понимаете, наше время, это время, когда можно там всякие ужасные вещи делать, там, атомную бомбу можно взорвать, и там можно там все население какую-нибудь там трянью, ложью какую-нибудь завалить и так далее, но у вашего поколения есть совершенно потрясающая вещь. Когда я был школьником, когда я вот этот метод Ньютона делал, у меня не было калькуляции. я это все действительно считал в столбе, а вы можете взять, нажать пару кнопочек, сейчас скажу 20 знаков, а если компьютер, то вообще могу тысячу заказать, программу специально. Все таки, что там? 690. 74, что? 690. 690. Отлично. Так вот, господа, давайте мы каждый раз отметим, сколько у нас на самом деле правильных знаков. Ну, здесь один. Здесь пятерку можно примерно считать правильным знаком, но по большому счету все-таки скорее нет. Здесь уже вот так вот. хорошо. Здесь правильных знаков пост. Единичку еще есть? Единичку еще есть. Да, да, единичка еще есть. 73 отличаются. Здесь до какого места? До 74. Ну, 74, вот давайте все-таки я до 7 дорисую, но на самом деле да, 4 и 3 тоже не сильно отличаются. Господа, вы посмотрите, что происходит. Сначала я, конечно, стал лучше, но не сильно лучше, но лучше. Потом два знака, нет, 5 знаков, потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, потом 11 знаков. Так вот, я и у вас, если вы сделаете еще одну операцию, то у вас будет уже даже не один, у вас будет больше двадцати знаков, ребят, вот так, двадцать, лучше посчитайте, интересно, не наступляю я в том уже, да, на компьютере, где легко считать себя с многозначными числами. И вот это я сейчас докажу, и это и есть потрясающая штука, метод Ньютона быстро сходится. Я сейчас должен доказать, что это не случайность. Кстати, что мне объясняют это начинательный синтез. Я говорю, это можно, я не буду эти вычления делать, но кому интересно, возьмите калькулятор, все то же самое сделайте для двойки, или даже можете начать с какого-то большого числа, я не знаю, с числа пятьдесят начините. В том числе, что пятьдесят больше, чем в куринице, правда? Вот, ну а потом посмотрите, очень быстро оно у вас сойдется и все получится. Итак, я сейчас хочу доказать следующую теорему. Теорему о сходимости нашей последней. Ребята, можно я буду сразу писать не для двойки, а для корня из любого числа? d. Знаете, d, хорошо? Вот в этом месте у меня будет d. d равна двойке в нашей точке. Так вот, это есть а, n плюс d деленное на а, n и все это пополам, да? Для любого натурального варианта, да? Предел разности а, n плюс, да, просто предел разности а, n минус корень из d равен нулю. Или, если угодно, то же самое пишут так, предел последовательности а, n равен корень из d. Нет, на самом деле я докажу вещь гораздо более серьезнее. Я не просто объясню, что предел равен а я объясню, что последовательность быстро сходится. но это лучше проще споркулировать во время доказательства, чем, потому что я сейчас если напишу, то вы удивитесь, что это я пишу в такую странную форму, а во время доказательства все будет легко. Итак, господа, моя цель исследовать вот эту последовательность, когда каждый следующий член получается как среднее фактическое предыдущего и d делить на предыдущее. Для того, чтобы вам стало понятнее, давайте я вам предварительно расскажу одну задачу, которую традиционно называют задачей Дирока. Был такой замечательный физик в 20-м веке Дирок. Так вот, обычно не называют задачей Дирока, о рыбаках, она совсем не о методе Ньютона, во время ее решения вы поймете, как на самом деле я эту задачу легко решила. Задача такая, как-то раз, 5-5, 5-5 рыбаков, чтобы их считать, потерпели кровокрушение. Они увидели, что на острове, куда их прибило волнами, есть только огромная куча орехов и мартышка. И больше никого. Как там оказалась мартышка задачу молчать. Что он там делает, тоже неизвестно. И кроме орехов и мартышки нам не никого. Моряки легли спать. Там предварительно было постельно. Все, все, все. ночью один моряк проснулся, пересчитал все орехи, разделил их ровно на 5 частей. При этом один орех оказался лишним. Он отдал ему мартышки, пятую часть съел, и, лёг спать. Проснулся второй моряк. Пересчитал все оставшиеся орехи, опять разделил на 5 по-честному. Один орех оказался лишним, его отдал мартышке, съел пятую часть, лёг спать. Так все паучки пятеро просыпались. Каждый выяснял, что один орех лишний, давал мартышке, пятую часть съедал, засыпал. Утром все пятеро проснулись. Увидели, что кучка всё ещё есть, на пятерых поровну. Один орех опять остался лишним, его скармили мартышки, все орехи съели. Вопрос сколько могло быть орехов? Ну давайте подумаем, какой формулой записывается эта самая задача мартышки. Если у вас в какой-то момент есть х орехов, что делает моряк? Ну во-первых, он скарпливает один орех мартышки, а во-вторых, он от оставшихся съедает пятую часть. Ну то есть на самом деле оставляет четыре пятых. Четыре пятых от х-1. Замечательно. Итак, было орехов, и он проснулся. После того, как он один орех отдал мартышке и съел пятую часть, осталось вот сто. и если мы с вами обозначим вот эту функцию F, то на самом деле к исходному числу орехов она применяется сколько раз? Пять. Это моряки, пока они просыпались, по одному, и потом они проснулись, но на самом деле последний раз не так, последний раз у нас другая функция, в общем, поняли, последний раз они просто один орех съели, остальное разделили на пять. Функция немножко другая в последний раз, по крайней пять раз применить функцию F надо. Вот, вопрос, как разобраться с этой задачей? Ответ. А это же, ребята, слышали такое понятие геометрическая прогрессия? Что такое геометрическая прогрессия? Это когда у вас каждое число, ну, например, было число Y, стало четыре пятых Y, потом стало шестнадцать двадцать пятых, потом стало шестьдесят четыре сто двадцать пятых. Это называется геометрическая прогрессия со знаменателем четыре пятых. Согласны? Вот, замечательно. Или бывает арифметическая прогрессия. Это если каждый раз из числа X отнимать число один, или там каждый раз прибавлять одно и то же число. А это смешанная что-то. Это арифметика геометрическая прогрессия. У нее одновременно есть и вычитание трех. Здесь современно есть вычитание и умножение на четыре пятых. Вопрос. Как с этим быть? Как разобраться с такой прогрессией? Ответ. Очень легко. Если напишем формулы х н плюс п это 4 пятых х н минус 4 пятых. Карп из следующей последовательности получается умножение на 4 пятых и вычитание 4 пятых. то можно чуть-чуть изменив точку зрения на эту последовательность чуть-чуть изменив точку зрения можно записать ту же самую формулу намного легче. Рассказываю. Я сейчас вот у этого отображения найду неподвижную точку. Неподвижная точка это там где х равняется f от x. Поехали. х это 4 пятых от х минус 1. То есть 5 х это 4 х минус 4. х это минус 4. Ребята все легко. Если на острове было минус 4 ореха то очень все было замечательно. Моряк просыпается говорит что каждому по минус одному ореху и еще один орех отдали мартышке. Отдает мартышке один настоящий орех съедает минус один орех и в результате количество орехов не меняется и он ложится спать. Вы скажете что это конечно какой-то бред. Потому что невыгодно съедать минус один орех. Это означает что свой орех фактически отдаешь фактически. Но с другой стороны что поделаешь а главное если мы нашли неподвижную точку то дальше мы можем сделать следующее совершенно замечательное преобразование. Пишем х это минус 4 плюс у н х на самом деле действительно это простая но важная штука как с любой такой числа случайно взяты на самом деле преобразование годится для любых чисел все замечательно так вот я ввожу такую штуку ну и разумеется для х н плюс первое то же самое х н плюс первое это минус 4 плюс у н плюс первое а сейчас вот эти два равенства я подставлю сюда поехали вместо х н плюс первое подставляю будет минус 4 плюс у н успеха вместо х н представляю будет 4 пятых умножить на минус 4 плюс у н и еще минус 4 пятых давайте подумаем что здесь минус 16 пятых замечательно плюс 4 пятых у н минус 4 пятых так ребят смотрите минус 16 пятых минус 4 пятых это минус 20 пятых это то же самое что минус 4 это все исчезает и формула приобретает удивительно простой вид у н плюс первое это 4 пятых у пятых пожалуйста посмотрите подумайте что у нас здесь замечательно получилось у нас получилось что для у никакой такой сложной формулы нет для у обычная яметрическая прогрессия поэтому если вы знаете число у1 умножите на 4 пятых в пятой степени то вы получите у6 соответственно давайте подумаем как записывается х6 а х6 записывается очень просто это минус 4 плюс у6 минус 4 плюс у6 а у6 это значит будет минус 4 плюс 4 пятых в пятой степени и умножить на у1 вот так стоп 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 а у1 что такое а у1 господа это 4 плюс х1 пишем значит 4 пятых в пятой степени а здесь х1 плюс 4 вот она простая формула для нахождения шестого члена оказывается надо было к первому члену прибавить 4 умножить на 4 пятых в пятой степени еще из этого потом вычесть 4 теперь как решать задачу надеюсь вы понимаете после того как у нас 5 раз они вставали должно было получиться количество орехов вида какого 5 к плюс 1 согласны должно было получиться 5 к плюс 1 здесь должно было получиться 5 к плюс 1 теперь вот из этого уравнения совершенно запросто можно найти чем уравняется х1 для этого его надо минус 4 перенести сюда получится 4 пятых в пятом умножить на х1 плюс 4 это будет 5 к плюс 5 так мне уже писать негде но я все равно держусь как нам завещали х1 плюс 4 это 5 четвертых в пятой степени правильно? 5 четвертых в пятой степени умножить на 5 к плюс 5 так давайте я все-таки здесь напишу потому что мне хочется получить окончательный ответ так что вы поняли сколько же там на самом деле должно было быть дарить итак х1 то есть количество орехов в самом начале это у меня будет вот что такое господа 5 шестой степени никто не подскажет 15 625 отлично 15 625 так 5 четвертый я и сам знаю это 4 5 это 1024 и это надо еще умножить на к плюс 1 ну замечательно замечательно вместо к можно писать любое число лишь бы к плюс 1 делилось на 1024 значит получается что орехов минимально было 15 625 четвертых вычислил я четвертых вычислил то есть сколько это раз 15 625 и еще минус 4 вот такое качать то есть минимальное количество 15 625 все поняли в чем здесь была идея в том что мы нашли неподвижную точку нашего отображения между прочим полезно понимать какой геометрический смысл ну вот какого отображения если вы возьмете и на обычной плоскости координат нарисуете график y равно 4 пятых x минус 4 пятых давайте подумаем что это будет такое минус 4 пятых это вот где-то здесь минус 1 здесь минус 4 пятых x это чуть-чуть расположена ниже ну менее наклонена чем y равно x и вот в точке с координатами минус 4 здесь есть такая точка минус 4 минус 4 эта прямая пересекает прямую y равно x идея понятна? вот ну в общем так вот это прямая y равно 4 пятых x минус 4 пятых а это прямая y равно x теперь внимание что такое диаметрически вот это отображение а вот что такое берем какое-то число орехов где-то очень далеко 15 121 берем от него эту функцию 4 пятых x минус 4 пятых после этого идем горизонтально берем опять эту функцию идем горизонтально берем опять эту функцию идем горизонтально берем и так далее важно понимать что итерации очень итерации последовательно одна и та же вещь когда делается много раз итерации очень удобно показывать на геометрической картинке Вот если вы нарисуете себе аккуратно по клеточкам 4,5 х-4,5, и посмотрите, то неподвижная точка важна именно потому, что здесь возникают вот такие вот ступеньки. Так, понимать это было не очень обязательно, понимать это было не очень обязательно, потому что я сейчас вам в качестве шутки скажу еще одну задачу и не буду ее решать. Студенты 6 раз сдавали зачет. Да, зачеты происходят в Буд locks очень просто. Приходят студенты, преподаватель кому-то ставит зачет, кому-то говорит приходите в следующий раз. И не ставите зачет. Не зачет не бывает. То есть вот так вот, чтобы сказать, что ты уже никогда не сташь, так оно не бывает. Бывает просто сегодня не сдал, приходить в следующий раз. Нет, ну когда-нибудь ты в следующий раз оканчивается, кто слышит, что студенты уже отчисляют, ну уже не преподаватель. А просто, ну, прошу вообще, пока что понятно? Отнесите. Итак, студенты шесть раз приходили сдавать зачет. Каждый раз успешно сдавала зачет третья часть пришедших студентов и еще одна треть студента. Скажите, пожалуйста, если никакого живодерства там не было, какое наименьшее количество студентов могло быть в среде девяти? Можете? Это ровная задача, которую я только решил. Это нужно опять искать неподвижную точку. И у вас, честное слово, все получится. То есть нужно записать функцию, найти у нее неподвижную точку, провести вот эти вычисления, и у вас все получится. Кстати, на тех самых видеозаписях, на самом деле, у нас эта задача есть, так что кому интересно, поищите. Я просто не хочу время, дайте, крутой, интрига должна быть какая-нибудь, да? Вот, решение для вас вполне-вполне доступное. Вот, сейчас важно, чтобы мы с вами, воодушевленные, то ли студентами, то ли рыбаками, в общем, не важно кем, важно, чтобы мы с вами сейчас все-таки доказали эту тяги. Мы сейчас с вами должны изучить нашу последовательность, да? Которая задала такую замечательную формулу. Наверное, вы уже поняли, что на самом деле, для того, чтобы, что называется, про нее было все понятно, нужно найти неподвижную точку. Я сейчас должен, повторяю, посмотреть, какая точка на самом деле является неподвижной у этого отложения. То есть, решить такое уравнение. x равняется x плюс d разделить на x пополам. Ну, ребята, это очень легко. 2x это x плюс d разделить на x, x это d разделить на x, x это корень из d. Значит, точно так же, как я делал с этими орехами, когда их было минус 4 штук. Здесь надо все отсчитывать от корня из d. Значит, я ввожу новое значение. a n равняется корень из d плюс b n. Я хочу сейчас разобраться с тем, как же ведет себя последовательный b1, b2 и так далее. Смотрите, a первое было больше нуля. Значит, b первое будет больше, чем минус корень из d. В принципе, b первое может быть отрицательным, но все-таки b первое больше, чем минус корень из d. Отлично. Теперь надо высчитать, что такое b n плюс первое через b. Для этого надо просто-напросто вот эту формулу подставить туда. Поехали. Корень из d плюс b n плюс b первое. Это есть. Корень из d плюс b n плюс d разделить на корень из d плюс b n. Все это пополам. Отлично. Корень из d надо перенести в другую часть. b n плюс b первое. Это есть корень из d плюс b n плюс d разделить на корень из d плюс b n. Минус 2 корень из d разделить на 2. Ну, ребята, это очень легко все сделать. В знаменателе у меня 2 корень из d плюс b n, а в числителе, так, смотрите, корень из d минус 2 корень из d, это минус корень из d. Значит, здесь будет так, здесь будет b n минус корень из d плюс d делить, ой, нет, я делить уже написал. Значит, здесь надо просто писать b n плюс корень из d, а здесь еще плюс d. Осталось чуть-чуть. Осталось вспомнить формулу для произведения разности чисел на их сумму. Это будет b n квадрат минус d. И заметьте, что минус d и плюс d даст ноль. Значит, у меня получается потрясающе простая формула. b n в квадрате разделить на 2 корень из d плюс b n. Господа, эту формулу давайте-ка я запишу отдельно. b n в квадрате деленное на 2 корень из d плюс b n. Отлично. Отлично. На самом деле, все, что мне нужно, уже сделано. Во-первых, у меня b первое было больше, чем... Вот это число было положено в корень из d, значит, эта штука положительная. А b n квадрат положительная. Значит, это всегда... Ну, может, конечно, в случае, когда b первое это ноль, тогда это будет ноль и все, да? А во всех остальных случаях это всегда не отрицательная личность. То есть, b первое могло быть отрицательным, но все остальные обязательно не отрицательные. Смотрим на эту формулу. На самом деле, это очень важно и очень просто. Смотрим на эту формулу и соображаем. Соображаем следующее. Значит, b первое там, бог знает какое, но потом уже всегда, b второе, b третье и так далее, числа не отрицательные. Поэтому, начиная со второго номера, у нас вот это число не меньше, чем корень из d. И значит, b n плюс первое, оно будет всегда больше или равно нуля, и оно, господа, будет меньше или равно, чем b n в квадрате разделить на два корня из d. А можно вопрос, а почему вы считаете, что это число не отрицательное? Не отрицательное. Объяснял уже, потому что вот здесь оно можно не отрицательное, пожалуйста. Но знаменатель все равно положительный. А когда вы квадрат делите на положительное число, у вас не может получиться отрицательное. Квадрат, даже отрицательного числа, все равно больше нуля. Знаменатель положительный. Вот это число положительное. Понятно? Вот, замечательно. Итак, смотрите, что здесь происходит. Ой, я сначала, извините, давайте так напишу. Наоборот, корень из d забуду. b n пополам. Значит, господа, в начале у нас каждый раз минимум в два раза уменьшается наше число. В два или сильнее даже, да, вот такое не дополняет. Уменьшается, уменьшается, уменьшается. Как только оно, что называется, сильно уменьшалось, как только оно стало меньше единицы, так лучше писать не такую оценку, а лучше писать оценку вот какую. bn плюс первое меньше или равно, чем bn в квадрате делить на два корня из d. Почему? А потому что если у нас bn стал очень маленьким, стал маленьким, маленьким, маленьким условным, то в таком случае в квадрате оно будет, посмотрите, одна миллионная в квадрате, это же сразу дописывается, понимаете, да? Это единицы делить на миллион в квадрате. То есть количество нулей действительно удваивается, и даже хуже, если d у нас больше, ну, если два корня d больше будет. Вот. Таким образом, про вычисление корня из двух я теорему доказал. Вот она оценка, на самом деле, которая объясняет, что действительно последовательность быстро сходится. Но я еще в некотором смысле не объяснил геометрический смысл этого. Потому что выкладки, конечно, были абсолютно понятны, но геометрическая картинка такая же наглядная, как для прямой 4,5 x минус 4,5, еще не нарисована. И поэтому у кого-то из вас может создаться ощущение, что это такой вот алгебраический трюк, а вы можете не понимать, что же это такое. Господа, я сейчас задам вам простой вопрос. Умеете ли вы рисовать график функции у равняется x плюс 2x пола? Давайте посмотрим, что это такое. x пополам плюс 1x. На самом деле, можно было это сделать и в общем виде, написал здесь, но 2d, но не в том числе. Саша Ильич, можно нарисовать, где первая была 1x, прямой x пополам и сложить в каждой точке? Конечно. Рисуем x пополам. Это прямая. С угловой коэффициентом 1, 2. y равняется 3,5. И дальше говорим, что если x число очень большое, то у нас 1x будет что маленькое, но функция будет почти 4,5. наоборот, если x число очень близкое к нулю, то x пополам это будет почти что 0, а 1x наоборот это будет большое число. То есть, здесь это будет почти что как 1x, а здесь это будет идти, называется асинтона. И вся эта кривая в целом называется гипербола, не хочу объяснить. А теперь смотрите, что у нас есть. У нас есть число, которое называется корень из 2. И если вы подставите сюда корень из 2, то обнаружите, что корень из 2 плюс 2, это корень из 2, это как раз корень из 2, пополам как раз будет корень из 2. Значит, если вы проведете прямую y равняется x, то она пересечет наш вот этот график в точке с координатами корень из 2, корень из 3. Отлично. А теперь давайте я покажу, как вон та последовательность выглядит геометрически. Сначала мы берем число 1. Идем на графики и получаем вот здесь вот точку с координатами 1 и 3 вторых. Ребята, я сейчас буду говорить специально медленно, чтобы вы действительно поняли, что такое вот наша эта последовательность на геометрической картине. Значит, еще раз. График x пополам плюс 1x. была точка с координатами 1 и 3 вторых. Вот в этой точке координатами 3 вторых и 3 вторых. Дальше идем на график. Это получилась точка с координатами 3 вторых и 17 двенадцатых. После этого идем напрямую y равняется x, и дальше на моей картинке уже невозможно ничего нарисовать. Потому что уже дальше все сливается. Давайте я вот эту вот окрестность постараюсь пересдавать побольше. Оказывается, вот эта вот точка с координатами корень из 2, корень из 2 является точкой минимума. А сам график касается. И вот туда, куда он уходит, да? Вот. А здесь проходит прямая y равна x. Вот здесь вот у нас где-то есть точка с координатами 3 вторых и 17 двенадцатых. Мы идем вот сюда. После этого спускаемся на график. И вот эта точка, я видите, что увидеть вот эту штуку, это важно. Вы получаете точку с координатами 17 двенадцатых. И дальше от нее функция была 577 408. Вот она на графике. А потом вы опять идете на прямой y равной x и спускаете здесь. Это то же самое, что было для прямой 4 пятых x минус 4 пятых. Только там у нас были две пересекающиеся прямые. Вот это была x равна x, а это x равна 4 пятых. И скакала вот такими ступенями. А здесь у нас есть горизонтальная прямая y. Извините, к ней график касательный. И скачет вот так вот. В общем, подумайте. Посмотрите, что это такое. Я, наверное, все-таки должен объяснить, почему я с такой уверенностью говорю, что здесь будет касательный. Ответ на самом деле очень простой, господа. Вот эта штука всегда больше или равна, чем корень из ряда. Давайте быстро объясним. Если на 2x все это умножишь, то здесь получишь x квадрат плюс 2. больше или равно, чем 2x корней из ряда. Перенесем 2x корней из ряда налево и получим так. x квадрат минус 2x корней из ряда плюс 2 больше или равно ли я. То есть x минус корень из ряда в квадрате больше или равно ли я. А это правда. Ой, слушайте. У нас прошлой весной произошла некоторая совершенно замечательная история. Почему? Я понимаю, что вы думаете все тут большие, вы все это легко скажете, да? Но посмотрите, какая абсолютная, оказывается, прелесть в этом месте возможна. Посмотрите. Уверен, что вам в школе так не объясняли. На всяком случае, когда меня учили в школе, мне так не объясняли. Увидели, что вот это x квадрат? Увидели? Увидели, что вот это y квадрат? Увидели? Диагональ. До завершения чуда осталась буквально. Берем вот этот треугольник и откладываем его сюда. Вы согласны, что вот этот кусочек это x квадрат пополам? Да. Отлично. Берем вот этот треугольник и откладываем его вверх. Ну, отразили, потому что снизу берем. И в результате x квадрат пополам плюс y квадрат пополам больше или равно, чем у 7. еще раз. Вот это, давайте повторяю. Вот это откладываем вниз. Согласны? Вот это откладываем налево. И получается, что вот этим кусочком я покрыл вот этот прямоугольник. В результате x квадрат разошлось на два треугольника. y квадрат разошлось на два треугольника. И они покрыли эти два треугольника. Неожиданно? Ну ладно, это к слову. Очередная конструкция, да? Ну, очевидная после того, как ее расскажут. На самом деле, конечно, все намного важнее, намного интереснее. если мы забудем этот квадратный корень из них и захотим узнать, а как же аналогичную формулу писать, когда у нас, например, кублический корень из числа Т. или вообще как писать для любого многочлена или даже необязательно многочлена. Дело в том, что метод Ньютона, он же по своей идее не обязательно имеет отношение к многочлену. Вот это просто клевая и касательная. Это же чрезвычайно общая ситуация. Понимаете? Поэтому хотелось бы понять, как это все в общем-то отлично. Все-таки будем выбираться постепенно. И наша цель сейчас научиться вычислять из кублических корень из данного числа. Ну, понятно, что для этого нужно сделать. Мы должны взять график x-ку и его опустить вниз на 2. То есть, если у меня есть y равняется x-ку надо провести параллельный перенос. Будет вот как-то так. y равняется x-ку минус d. Вот здесь кублический корень из d та самая пешковая вещь. Замечательно. Значит, ребята, на самом деле практически отличий нет. Опять нужно взять любую точку на графике. Мы ее опять обозначим. Точка с координатами а а в кубе минус d и опять нужно найти касательную а для того, чтобы найти касательную, как вы понимаете, нужно сделать так. y равняется на x-ку с c. Найти угловой коэффициент и подобрать c так, чтобы, понимаясь таким угловым коэффициентом, проходило бы через точку с координатами а а в кубе отлично. Пошли искать коэффициент k. Ровно так же, как мы это уже делали, надо нарисовать такую картинку. Точка с координатами а а куб минус d, другая точка на этом графике с координатами b в кубе b в кубе минус d. Все понятно? Мы проводим координу и вычисляем тангенс вот этого угла. Поехали. b в кубе минус d минус а в кубе минус d делим это на b минус а. Замечательно. b в кубе минус а в кубе делим на b минус а. получается b квадрат плюс а b плюс а квадрат. Известная форма разность кубов это разность числа умножить на неполный квадрат суммы. Теперь куда эта величина стремится когда b стремится к а? Ну очевидно ка квадрат ка квадрат и ка квадрат то есть все это стремится к 3 а квадрат пишем угловой коэффициент касательный это 3 а квадрат разумеется для тех кто знает что производная это не новость это и называется производная от функции x значит я сейчас должен написать что вот эта точка лежит в такой прямой если карман 3а квадрат пишу а в кубе минус d осталось чуть-чуть до завершения а в кубе минус d так это что такое это 3а квадрат умножить на то есть 3а в кубе плюс с отлично значит с это минус 2а в кубе минус d замечательно значит я окончательно могу написать уравнение касателя уравнение касателя это 3а квадрат x минус 2а в кубе минус d как вы помните меня интересует не сама касателька а только то место где она пересекает косоциск то есть там y к равному лулю значит я сразу приравниваю y к числу муль переношу 2а в кубе на лево и получаю окончательный ответ 2а в кубе плюс d разделить на 3а в квадрате все аналогичная формула для корня квадрата у нас была сейчас я могу написать формулу для вычисления кубического формула опять теория если а первая больше нуля и а н плюс первая вычисляется по формуле 2а 3а плюс 1а 3а d деленная на а н в квадрате повторяйте а н плюс первая это 2а 3а н плюс 1а 3а d деленная на а н в квадрате то предел а н это кубический корень издельца господа на самом деле все совсем несложно потому что здесь история практически такая же как квадрат другое дело что чуть-чуть больше вычислений но по сути все абсолютно то же самое давайте я конечно эти вычисления сейчас проведу но но все-таки вы должны понимать что доказательство действительно совсем несложное и между прочим диаметрический смысл у этого доказательства тоже абсолютно такой же какой был у конь давайте кстати я начну с геометрического смысла вот если есть график у равняется 2 третьих х плюс 1 третья ну давайте напишу 3 делить на х 2 давайте подумаем как эта кривая выглядит ну как выглядит когда х очень большое то это маленькое это будет 2 третьих х 2 третьих х это при больших х это почти что 0 это будет 2 третьих х более или менее при маленьких х это будет большая личность значит картинка у нас примерно вот такая так вот вот эта точка пересечения легко это приравнять х и получить смотрите когда vell毫 х 2 третьих убираешь получается здесь 1 третьх 1 треть убираешь получаешь х Also вот эта . это в точности корень кубический с.д. корень кубический с.д. и что очень важно здесь точка минимума то есть также как предыдущие задачи здесь у меня происходит касание и так что еще я сейчас должен объяснить что минимум этой функции в точке корень кубический проще говоря я должен доказать что это больше или равно чем кубический корень кубический с.д. давайте посмотрим поймем почему это очевидно умножаем на 3x квадрат получается у нас x куб плюс d больше или равно чем 3x квадрат кубических корня из d даже не x куб а 2x отлично давайте поймем почему это не раньше выполняется на самом деле один из простых способов состоит в том чтобы написать его вот таким образом x кв плюс x кв плюс d разделить на 3 больше или равно чем кубический корень из x куб умножить на x куб умножить на 3 пожалуйста проверяйте кубический корень из куба как раз x и х на x это x квадрат только пошла вниз 2 это все хорошо это называется не равенство а среднем альфметическом и среднем геометрическом среднее альфметическое трех чисел x куб и x куб и d больше не равно чем среднее геометрическое этих чисел на самом деле если вы хотите можно и без знания неравенства среднем это доказать дело в том что если вы перенесете вот это вот в левую часть то смотрите что у вас получится у вас получится такой многочлен 2х куб минус 3х квадрат кубических корень из d надо доказать что это больше или равно нуля но при этом заметьте мы с вами знаем что у этого многочлена есть корень x равно кубический корень из d поэтому если вы присмотритесь и возьмете так x минус корень кубический из d умножить еще раз на x минус кубический корень из d и умножить это на 2х плюс кубический корень из d то это будет в точности вот этот многочлен давайте быстренько проверим почему потому что когда умножаешь кубический корень на кубический корень на кубический корень получается как раз 2 когда умножаешь 2x на x и на x получается как раз 2x теперь интересно я не грубо ли по поводу коэффициента при x коэффициент при x первой степень получается так надо взять вот эти и перемножить или посмотрите это так просто считайте раскройте эти скобки убедитесь дело в том что произведение вот этих это как раз число не отрицательное и это число тоже не отрицательное дело в том что я конечно молодец что выписал формулы для квадратного корня я молодец что выписал формулы для кубического корня но вообще то даже для кубического корня строго говоря я еще должен доказывать давайте я просто намечу что за эти доказательства не буду его делать идея такая надо обозначить an кубический корень d плюс bn и после этого надо по этой формуле аккуратно вычислить посмотреть как bn плюс 1 выражается через bn в общем, ребята, я просто боюсь сейчас иначе покрашу надечко расскажу вам что метод мюкерна для любой кривой давайте посмотрим как не совсем любая кривая или проявляется это записывается следующим образом вот есть точечка с координатами а f на 2 когда вы пишете такую касательную то уравнение касателей это вот что такое y равняется f штрик в точке а умножить на я сразу пишу правильный ответ потому что те кто знают, те его узнают а те кто не знают, им все на чем поможет потому что это нужно просто учить что такое касательное и вот математический анализ, это вещи совсем простые но просто сейчас бесполезно об этом говорить господа, те кто понимают, что касательный кривой на самом деле должны знать вот такую форму если вместо x подставляешь а, то получается как раз и ф от а, и угловой коэффициент как раз f штрик от а так вот как найти пересечение с осью абсцисс? надо приравнять нулю отлично дальше что мы с вами делаем переносим f от а в другую часть и делим все это на f штрик от а и получается что это у нас x минус а и получается та самая формула Ньютона это xn минус f от xn делить на f штрик от xn вот общий вид формулы ее можно применять в любой дифференции метод Ньютона, к сожалению, не всегда дает действительно формулы объясняю почему случайно вы могли начать не вот с этой точки, где все замечательно метод Ньютона быстро используется а вы могли начать с какой-нибудь вот этой точки и тогда смотрите что проводим касательную потом проводим еще раз касательную ох ты как интересно получилось пошли на график про великосадника пошли на график про великосадника и вот так будем бегать до бесконечности у меня он зациклился в два шага конечно можно придумать и более хитрые примеры зациклить что он может зациклиться а может и вообще там куда-нибудь не сходиться и так далее то есть для того чтобы метод Ньютона сходился все-таки картинка должна быть что называется какая-то более-менее такая а не совсем уж при львове но тем не менее метод Ньютона в огромном количестве случаев действительно позволяет находить корни и совершенно замечательно главное очень быстро то есть метод скорости сходимости совершенно потрясающий вот это с одной стороны с другой стороны несколько слов для программистов есть такой замечательный прием когда вы решаете задачу методом Ньютона на самом деле если чуть-чуть точку сдвинуть туда-сюда это не так уж и важно поэтому существует модифицированный метод Ньютона рассказываю в чем идея вот смотрите вот вы посчитали значение функции в точке замечательно посчитали производную это легко если многочлен какой-нибудь такой типа х2 или х2 а представьте себе что функция какая-то очень сложная что производную сложно считать в таком случае вы много времени машинного тратите на вычисление вот этого числа и получается что все мы замечаем тогда производную трудно считаем идея такая а давайте производную посчитаем один раз в самом начале а потом все время будем пользоваться этим найденным значением или хорошо потом сделаем несколько итераций и потом еще раз пересчитаем производную в общем так не обязательно каждый раз заново вычислять производную дело в том что когда вы достаточно близко подошли к корню то производная уже не сильно меняется а главное что от этого уже не сильно что-то зависит то есть можно вот так модифицировать метод Ньютона тем самым немножко выигрывая выигрывая в скорости вычислений выкли и выкли